Привет всем! Вы смотрите обучающее видео по игре Geosfera на примере мультиплеера. Цель игры проста, вам нужно отжать источники противников. Итак, у нас есть два андроида, запущенные игрой. Во-первых, мы заходим в опции и выбираем нужные нам настройки. Количество игроков 2, размер сферы 2, пускай будет количество источников 6. Применяем. Окей, дальше мы заходим в мультиплеер и нажимаем пригласить друзей, либо случайный оппонент. Выбираем аккаунт товарища и играть. Сфера сгенерировалась, теперь нам нужно выбрать себе один из свободных источников. Например, пускай будет этот. И передаем ход. Сопернику приходит уведомление о том, что ему брошется вызов. Он тоже выбирает себе источник. И передает ход. Далее мы ставим точку на пересечении темных линий. Тем самым создаем треугольник. Треугольники нам дают боевые кубики, чтобы мы могли захватывать ими противника. У только что создавшихся кубиков нет хода, поэтому они немного затемнены. Ход у них появится на следующем круге. Так, противник ходит. И вот наш кубик посветлел. Это значит, что мы можем им походить. Для этого тапаем по нему и по одному из предложенных вариантов. Кроме того, мы можем отменить свои действия. Нажал на эту стрелочку. Теперь мы дальше расширяем свою территорию. Ставим следующую точку. И передаем ход. Кстати, если мы захватим нейтральный источник, обведя его по кругу своими точками, то заход мы сможем поставить не одну, а две точки, что дает нам неплохое такое преимущество. И вот у нас уже есть два кубика, которые мы можем объединить в один. И, собственно, уже начать атаковать оппонента. У синего игрока начала мигать синяя точка, потому что возле нее стоит враг. И если он ее не побьет, врага этого, то он потеряет и точку, и все связанные с ней треугольники. Ну, мы предположим, что синий игрок натупил, и этими единичками он не может достать. Поэтому он теряет точку. А красный тем временем подбирается к вражескому источнику, отчего тут начинает мигать. Мы, опять же, предположим, что синий не может отбить атаку, и поэтому он проигрывает. Всем участникам прилетает соответствующее уведомление. А на этом, пожалуй, все. Это была краткая обучалка по геосфере. Как вы видите, ничего сложного в геймплее. Все элементарно просто. И если вас заинтересовала эта игра, то подписывайтесь на ссылки под этим видео. А если не заинтересовала, то все равно подписывайтесь. Вам же не жалко, что ли.